Заседание комиссии в правительстве края. Единственный вопрос повестки – ход посевной кампании. Специалисты профильных ведомств и глава алтайских районов докладывают, даже яровой сев, не говоря о других сельхозкультурах, не завершен еще на 30% пашни. Да, наш район отстает. Мы отстаем ровно на 14 дней по сравнению с прошлым годом. План у нас 160 тысяч гектаров, мы посеяли 90 тысяч гектаров. Не было ни одного-два дня подряд, чтобы на территории района не выходали осадки. Три с половиной раза. Никогда мы, Алейский район, не были впервые. Мы не рады дождю. Из-за дефицита тепла в мае всходы мелкие и слабые. При этом жара в июне, прогнозирует директор Центра агробиотехнологий, приведет к нашествию вредителей. Вот этот вот фронт тепла, он спровоцирует активность листостебельных вредителей. И в первую очередь это долгоносиков на крестоцветных культурах, хлебные полосатые блохи на злаковых культурах. Их вредозносность очень велика. И опасность заключается в том, что непроведение химической защиты, или в целом защита растений будет сопряжено тем, что листовой аппарат практически погибнет. Что также негативно скажется на рост и развитие растений. Для защиты всходов аграрии проводят усиленные химобработку и удобрения полей. А из-за сырой и вязкой почвы привлекают дополнительную крупногабаритную технику. Из-за чего идет двойной расход по ГСМ. При этом его оптовая стоимость с начала посевной поднялась с 30 до 45 тысяч рублей за тонну. Условия экстремальные, и чтобы пережить их с наименьшими потерями, в крае вводят режим чрезвычайной ситуации. Используя каждый погожий час, алтайские крестьяне должны будут выполнить весь комплекс работ на запланированных, намеченных объемах площадей. Для этого необходимо мобилизовать все ресурсы. Особый режим для сельхозтоваропроизводителей – это возможность не возвращать деньги по господдержке и пролонгировать действующие банковские кредиты, несмотря на задержки с платежами по ним. Такие меры, считают аграрии, это весной абсолютно оправданное. Ведь ход посевной сегодня вызывает опасения в целом ряде районов края, как в предгорных, так и в степных. Елена Макаренко, Василий Морозов, Николай Шилко. Наши новости.